друзья всех приветствую на календаре 10 августа четверг вы на канале про деньги рынке я максим журавлев и так давайте обсудим текущую ситуацию которая у нас разворачивается на нашем российском валютном рынке особенно интересно это сделать свете последних новостей от банка россии она уже знаете о том что cb отменил покупки валюты и до конца года не собирается это делать хотя до 7 августа буквально вот на и даже на этой неделе он эти покупки совершал в рамках так называемое зеркалирование операции проводящих в рамках бюджетного правила с фнб вот эту тему более подробно предлагаю обсудить и еще на предыдущем обзоре когда мы с вами обсуждали мой инвест эксперимент части крауд ленинга мне на расправедливо подписчики написали мол очень маленькие суммы инвестируешь всего 10 тысяч рублей казалось бы ничего но во первых хотел бы обратить внимание что это эксперимент и во вторых сегодня я вам покажу что я несколько увеличил сумму инвестиции и в рамках этого обзора хотел бы поделиться некоторыми новшествами в рамках своего эксперимента и более того вот в рамках вот то есть стратегии в части крауд ленинга добавились еще варианты стратегии поэтому я думаю что для вас это будет крайне интересно и самое главное полезно особенно свете вот той неопределенности которая сейчас на рынке существует полезно знать какие у нас могут быть варианты размещения средств с минимизацией рисков как обычно обо всем по порядку приступим и так банк россии уже не будет покупать валюту вот здесь в этой статье на опубликовано на рбк даже эксперты склоняются к той точки зрения что банк россии можно сказать немножечко уже обескураженной ситуации может быть взволнован да и вот этой неопределенности потому что если мы валютную пару доллар-рубль посмотрим то на самом деле действительно есть скажем так о чем побояться да и самое главное смотрите вот и сейчас пишу данное видео московское время 11 часов и 25 минут утра пока пишу конкретно этот обзор рынок уже располагает эта информация уже знаю что банк россии не собирается покупать валюту в былые лихие времена когда на рынке было много так называемых кэри трейдеров это иностранные инвесторы спекулянты которые зарабатывали на разности на разности ставок вот если бы тогда эта новость бы была опубликована я уверен что валютная пара бы резко покатилась бы вниз рубль начал бы жестко укрепляться что мы видим сегодня а мы видим что наш валютный рынок видимо уже не тот но я думаю что тут не надо объяснять почему не тот на самом деле он как я использую такое слово оголенный рынок то есть тут нет такого настоящего реального игрока который мог бы повлиять на ситуацию и в этом смысле вот я бы честно сказать евро об адрес центрального банка бы тоже уже сделал предположение что это уже не тот игрок который может повлиять на ситуацию хотя если мы с вами будем искать использовать так называемую теорию заговора то может быть так все и должно быть может быть это определенный сценарий да и может быть это все какая-то ширма хотя сейчас не будем делать предположение отдавать этому оценки давайте лишь только попытаемся предположить то есть если мы знаем что центральный банк не будет покупать валюту значит спрос на валюту по идее должен сократиться но почему рынок продолжает покупать да мы видим что продолжается вот эти локальные покупки мы не видим какого-то серьезного серьезной распродажи значит ситуация не изменилась значит например импорт во многом преобладает экспорт сейчас испытывают большие проблемы с части продажи в части может быть объемов продаж и поступления валютной выручки в выручке точнее в россию и здесь я еще раз просто друзья хотел вам напомнить о том что у нас большое множество замороженных активов у публичных компаний наших например компания магнит вот мы эту мне несколько раз уже вспоминали да и вероятно всего для того чтобы как-то минимизировать риски выплаты дивидендов как-то дальше развивать компании свои подпожать капитализация не знают выкупать у своих иностранных инвесторов акции бумаги соответственно если они их выкупают значит они им дают рубли бумаги забирают это кстати плюс по идее для компании ну а те в свою очередь что дальше делают они может быть по какой-то не знаю договоренности продают рубли вводят валюту и все гудбай что называется вот этот как вариант как сценарий вполне реалистичны да и он является дополнительным таким давляющим фактором и что еще и характерно ведь об этом конкретно то что сейчас сказал вряд ли с высокой трибуны нам расскажут вряд ли банк россии на своем заседании на пресс-конференции он абьюлина скажет что ребятки да так оно и есть просто мы с вами смеем предположить что такой сценарий вполне может быть поэтому и говорить об укреплении рубля после вот таких новостей конечно же уже становится тоже не совсем поэтому какие варианты но все равно все равно риски есть риски в плане повышения волатильности поэтому если вы спекулянт на валютном рынке как мне кажется коридора 95 нижняя граница верхняя 100 рублей за доллар это как вот тут такой вот наиболее вероятностный коридор в рамках которого сейчас в данной ситуации можно работать но опять-таки это мое личное мнение ни в коем случае не является какой-либо рекомендации но и сюда еще добавим конечно же все-таки не будем забывать что у нас нефтегазовые доходы подхрамывают да то есть мы их не сказать добираем ну а вот эта история с девальвации рубля как мне кажется вполне на руку поэтому тут тоже вопрос а насколько все это действительно так то сколько лета действительно проблемы и насколько правда центральный банк не может ничего вдруг сделать да в кавычках поэтому давайте так далее следим за развитием событий ну как мне кажется рубль конечно уже перепродан будьте осторожнее у но вот еще раз то это вот такой вот уже круглый искать потолочек до до которого теоретически фактически мы можем дойти но центральный банк уже видимо настроил свои радары на валютный рынок и готов дальше контролировать ситуацию поэтому будем осторожны друзья в рамках моего эксперимента которых я раньше вам рассказывал по краудлейтингу по возможности размещать деньги и выдавать их через платформы в виде займа я вам показывал что в общем то эта тема она вполне имеет место быть да в рамках наших с вами и инвестиционных стратегий и вот здесь я хотел бы объяснить один нюанс почему вот я продолжаю экспериментировать потому что вот эта неопределенность то там говорят ставки повышают и возможно рецессия здесь какие-то проблемы геополитика у нас понятно тоже рулить что называется и здесь тоже могут быть сюрпризы неприятные и вот наша с вами задача как частных инвесторов искать разные варианты возможности для того чтобы ну условно по простому разложить яйца в разные корзины до чтобы вот этот риск минимизировать это как мне кажется одна из главных задач любого инвестора и чем больше мы с вами располагаем инвестиционными инструментами оперируем разными вариантами до тем как мне кажется меньше риск и вот крауд лендинг это вот как раз форма инвестирования она является как неким дополнением что ли да или альтернативой в наши с вами времена просто напомню в чем суть вы размещаете средства например на счет эти средства крауд лендинговая платформа размещает их уже в виде займа малому и среднему бизнесу затем он рассчитывается по своим кредитам и вы зарабатываете таким образом на вот этих вот процентах ведь фактически это какой-то некий аналог инвестирования в облигации до облигации это тоже долговая ценная бумага вы купили облигацию таким образом и день деньги дали в долг но есть маленький нюанс и этот нюанс заключается в том что сейчас не все облигации доступны для инвесторов вы знаете что сейчас у нас действует так называемая шкала определяющая квалификацию квалифицированного инвестор или нет если вы не квал инвестор то многие интересные активы инструменты вам просто будут недоступны даже вот с этой доходностью которая сейчас у меня уже имеется 15,42 я хоть и квал инвестор но тем не менее я дату доходность получил бы и без наличия квала инвестора теперь далее вот речь идет о кролл тенинговой платформе поток почему я просто помню остановился на этой платформе их на самом деле в россии достаточное количество есть крупные платформы я думаю что конечно нам нужно знать про их существование но вот эта крупнейшая платформа и во-вторых акционером данной платформы является сама московская биржа но и все-таки в третьих есть определенная уже статистика и история за вот последние 12 месяцев начиная с июня 22 года доходность по данной платформе декларируется к 23 1 процентов годовых на самом деле это доходность вполне может конкурировать с фондовым рынком и вот если мы сравним сказать историю да вот развитие фондового рынка ну на последних за последние два года то вот эти графики они нам это все показывают самая верхняя линия это доходность кролл тенинговой платформы поток и самая нижняя линия красная это доходность индекса московской бирже вот вам собственно и уже все основные различия еще очень важно то что вы можете использовать разные стратегии и вот я когда делал первые обзоры в рамках вот теста вот этой платформы на тот момент и разместил 10 тысяч рублей на сегодняшний момент я довел сумму до 100 тысяч рублей потому что опять возвращаясь к разложению рисков да то есть к управлению рисками разложению своих активов в разные варианты какие-то в акциях каких-то в облигациях где-то там например фонды рублевые где-то валюта золото но и от крауд лендинг да это очень интересный нам как мне кажется еще недооцененный способ инвестирования и вот я уже умеем имея первый результат у меня оптимальная стратегия за буквально там два месяца у меня уже доходность 15,42 годовых это это относительно небольшая доходность еще и потенциал на самом деле еще выше его для того чтобы повысить этот потенциал платформа вот буквально с недавних пор предлагает дополнительные стратегии это очень важно их еще не было их о них не рассказывал в предыдущих обзорах давайте вот я покажу вам что за стратегия значит мы с вами обсуждали стратегию без риска то есть если вы хотите вот гарантированно инвестировать и получать доходность выше по чем по вкладу и при этом гарантированно получить деньги у 13 процентов годовых чем вам нехорошая доходность отличная доходность при этом если например какой-то из заемщиков от в которой вы размещили деньги или платформа автоматически разместила деньги не выплатил займ допустил дефолт просрочку то платформа поток сама выкупает этот займ и вам деньги возвращаются вы ничего не теряете здесь все нормально консервативная стратегия это чуть больше риска но здесь и доходность повыше 18 декларируется но по факту ожидаемая 16 процентов с учетом вот конкретно сейчас предложение да что называется суть в том что платформа размещает только уже в проверенных заемщиков которых есть история не только в бюро кредитных историй например но и сама платформа поток уже ну грубо говорят доверяет этим заемщикам уже они несколько раз брали кредиты возвращали бизнес качественный все работает и вот еще добавляется базовая и агрессивная вот здесь более высокая доходность да и как уже вы догадываетесь и уже знаете вот это вот классика что называется чем выше доходность тем побольше риск а здесь суть заключается в том вот давайте прочитаем условия что при базовой значит стратегии ежедневно свободные средства инвестируются в покупку прав требований то есть условно говоря размещается в виде займа для малого и среднего бизнеса приобретается только права требования по любым договором займ которым оператором не было присвоена отметка повышенный риск но здесь еще идет о том что размещается в том числе займы и на вторичном рынке там где чуть повыше доходность но при этом повышенный риск здесь не предусматривается что значит повышенный риск ну как пример повышенный риск может быть у новых заемщиков у которых еще мало истории у которых бизнес еще такой знаете несколько рискованный да по мнению например экспертов которые оценивают перспективы платеж способность компании перспективы бизнеса на при складывается мнение что данный бизнес в данной ситуации несколько рискованный да и конечно же ему повышает процентную ставку потому что тем самым уже компенсировать риски и соответственно доходности выше но и риски тоже более менее оптимальны но вот в данном случае в базовой стратегии этот момент отсутствует да то есть он вроде бы как некий является таким страховочным элементом что еще интересно очень важно что в этой новой стратегии ровно точно так же как и в предыдущих стратегиях сохраняется вот этот принцип диверсификации не более двух процентов в 1 в 1 заемщика там не менее 400 рублей если у вас там без условно пример 20 тысяч рублей является баланс вашего счета то не более чем в 50 инвестиций можно разместить ваши инвестиции да в смысле ваши средства инвестировать то есть вот этот принцип диверсификации он он реально помогает вот именно управлять рисками да вот это одно из главных вот этих вот преимуществ от того крауд ленинга что даже не дай бог какой-то из заемщиков по разным причинам допускает просрочку платежа то вот то что вы разместились там в несколько десятков компаний 12 заемщика а по статистике она вот так и выходит вот эти займы они могут быть компенсированы прибылью доходностью по другим займам да поэтому вот вам и решение вопроса и возможность управлять этими рисками еще одна очень интересная стратегия то агрессивно это уже знаете да для таких для искушенных инвесторов которые хотели бы при относительно таком прогнозируемом доходе при казалось бы пассивном способе инвестирования то есть не анализировать например активы компании отчетность компании истории там какие-то новости и так далее и тому подобное то все это вы делегируете самой платформе поток пусть она это решает за вас да можно подключить например автоинвест так называемый но доходно здесь декларируется как более высокая 28 28 процентов но ожидаемая по факту сейчас 22 это вот на момент записи этого видео и вот как раз если вы искушенный инвестор готовы рискнуть но готовы при этом получить большее вознаграждение ваши деньги могут быть проинвестированы в том числе в активы компаний которые имеют пометочку повышенный риск и вот здесь это возможность условно до почувствовать себя в роли такого знаете квалифицированного инвестор вот как раз если вы хотели бы с большим риском например инвестировать на фонд на рынке но не можете это сделать то здесь в принципе такая возможность предлагается да пожалуйста можно попробовать поэтому есть что называется где разбежаться есть выбор есть что подключить посмотреть можно подключить как у меня в данном случае стратегия оптимальная вернул ее буквально вот недавно до этого и настраивал авто инвест но стратегия оптимально это тоже фактически авто инвестирует компания поток платформа за меня распределяет мои средства уже в проверенных историю проверенных заемщиков напоминаю да что платформа достаточно надежная как мне кажется то есть все имеющие определенные истории крупная и что меня как говорится еще раз просто повторяю эту мысль которая ранее озвучивал симпатизирует данной платформе это то что одним из акционеров данной компании данной платформы является сама московская биржа это немаловажно плюс платформа состоит в реестре инвест платформ центрального банка то есть она регулируемая да то есть она поднадзор на самим центральным банком и в общем то предлагает достаточно интересные варианты инвестирования по доходности мы вот смотрели да уже это может сказать одна из лучших доходности на сегодняшний момент за последних два года не побоюсь этого слова вот вам статистика который здесь предлагается вот в этом графике вот если вы заинтересовались этой темой по моей ссылке в описании под этим видео и в первом прикрепленном комментарии вы можете подключиться потому что сейчас платформа поток предлагает бонус плюс шесть процентов годовой доходности за первых три месяца для новых инвесторов это очень интересное предложение успеваете этим воспользоваться особенно в наше время сейчас повышенная доходность при минимум рисках это очень интересное стоящее предложение еще раз первая ссылка в описании и в первом прикрепленном комментарии плюс шесть процентов доходности на первые три месяца для новых инвесторов также они же вторая ссылка это их телеграм-канал инвест платформы поток подписывайтесь там вся актуальная информация новости стратегии обсуждения пожалуйста все ссылки в описании под этим видео в первом прикрепленном комментарии друзья но мы дальше продолжим следить за этим экспериментом сумма увеличена доходности подлагаю будет возрастать и будете свидетелями как ситуация меняется в рамках моего инвест эксперимента на этом пока все спасибо за внимание до встречи в следующих выпусках пока